го мистера биста глянем погнали короче мистер бист купил петард на 600 тысяч а будем смотреть как петарды взрываются ебаном это самый дорогой фейерверк в мире и он обошелся мне в более чем 160 тысяч долларов блять фейерверк за 160 тысяч баксов прикиньте 5 тысяч долларов и вот этот огромный бегемотище фейерверк за 40 тысяч долларов мы потратили на все это шестьсот фейерверки так круто выглядят на самом деле всегда привлекала когда ты смотришь такой подходишь там а там всякие коробочки такие прикольные там как будто игры какие-то знаете компьютерные или как будто картриджи для сега мега drive вот мне нравилось заходить в магазины сега мега где какие-нибудь картриджи продают поскольку там лежат куча классных офигенных картриджей такими картинками игр блять всякими и все это их так много это хуенный ты смотришь на них и думаешь как бы ты в них играл жалко это ощущение его больше не вернуть понимаете мы уже все блять тысяч долларов и каждый фейерверк будет запущен начнем с этого который стоит доллар чендлер заморачивая поджигаем хрень какая-то короче реально хрень и чем мы делали с такими штуками поскольку я был очень бедный я выживал как мог дело в том что мои родители не покупали фейерверки на новый год но где наша не пропадала поэтому короче говоря я выходил 1 января на улицу и ходила по двору который был просто засран ебучими остатками петард многие из них не взрывались на некоторые взрывались не до конца я их разламывал и высыпал все что там было блять соответственно хоть кучу и поджигал то или например я разламывал не разорвавшиеся петарды которых просто фитиль забракованный был этот черкаш я их развал разламывал блять и поджигал уже разломанными ебать был вайп как только мне руку не оторвало хуй пойми но было весело вот фейерверк за 10 долларов посмотрим лучше ли он так испугался вот фейерверк за 50 долларов блять уж хуй нет мы так доверемся до двух тысяч вперед вот горит но это не мне это не нравится уже в детстве научился крафт бимбы бля без шуток я в детстве был прям реально bad boy это пиздец вот вот прям real bad boy прям максимально bad boy по правах в ебучих треках про которые вы слушаете ради они воспитывают бухают блять я бегаю наху по улице собираю блять остатки петард скручиваю значки с автомобилей постоянно пишу схожу в обмотках в обрывках блять еще ну короче вся классика жанр ворую диски на радиорынке всем все замечательно привет уберз поэтому я прям был до настоящий bad boy как и сейчас нет сейчас я уже цивильный молодой человек понимаете как бы поднялся поднялся все поделали но когда-то были время но это видите меня определила человека ну не наверное определила я поэтому такой ебанат не могу дождаться когда вы увидите фейерверк за 200 тысяч долларов не знаю почему я показываю 7 этот был немного лучше по сравнению с про мы баллоны от краски и баллончики от газа кидали в костерную дефолтные монетки а вы как-то нахуярили баллончиком залезли на чердак дома куда залезать было нельзя и такое техническое помещение блять и 17-этажного дома и разрисовали его нахуй всего блять в граффити пиздец но поскольку мы были малолетними долобоемыми мы делали это без маски и в итоге у нас все ноздри слиплись пизду от краски а сами мы пиздец задышались краски думаю последствия вам говорить не стоит он без окон если что это про закрытое помещение там из четырех стен очень маленькая и чё умер нет жив но блять был пиздец и шполой прошлым разом у криса только что родился ребенок я рад за него поэтому его сегодня нет соболезную а это фейерверк за 375 долларов ты сегодня за криса иди зажигать этот за 375 у меня есть еще одна история которая вспомнил с детства как-то раз был на даче у бабушки и там был какой-то мужик блять то ли сосед то ли какой-то конечно не важно и он меня взял из винтовки пострелять и значит он мне дает винтовку не помню что за винтовка но это и не суть он мне дает винтовку показывает на птицу наверху бы который сидит достаточно близко и говорит ну типа давай типа хуярь по ней а я уже тогда понял что это какая-то хуйня но типа блять а почему бы нам не пострелять но не знаю по банкам блять или еще почему-то вот и я короче говоря хуйнул специально типа рядом с птицей в ствол ну и она улетела вот и он такой посылают ну почти ну вот это уебище так и не знаешь на самом деле я промахнулся специально да вот такая вот еще история есть да да специально нет без да да я я ебать люблю животных я вообще не понял я уже тогда будучи пиздюком я не понял эту хуйню максимально вообще не понял да типа блять просто взять убить птицу просто просто так зачем то есть я вообще не понимал эту хуйню мне типа было максимально от этого некомфортно и хуёво и я просто бы не урбался зачем но охота хули ты ожидал но охота для долбоебов блять если она ничем не обусловлено ты убивал животных нет куда еще лучше то у меня фейерверк за штуку с твоим именем с моим пойдем заберем тысячи долларов так же мое имя держи еще один я эти девять коробок вместе стоят тысячу долларов уходим рубль мы все умрем блин вот это все неприкольно нормально боже мой дрон выжил следующий фейерверк самая грандиозная вещь которую вы видели эта махина вылетит из трубы со скоростью 152 метров в секунду скорость детка эта штука весит 72 килограмма это больше чем но я ярче нам даже пришлось получить специальное разрешение в небе не должно быть самолетов ладно дружище взорвись ради нас мы его зажжем но вам ребята нужно отойти на 150 метров итак первый шаг включение а потом сказали повернуть этот ключ хорошо теперь он пищит кнопок много но мне сказали что это самое важное чендлер дай обратный счет 3 огонь блять с электронным управлением похоже на ядерную бомбу это просто безумно это мэнни и что-то честно говоря я ожидал получше блять не красиво но что-то я думал что будет как-то более жестко что ли мы не хочет летать поэтому мы привязали к нему 100 ракет нам нужно поднять его воздух и мы решили его нарядить он должен высоко взлететь чтоб мистер без точка ком покупай я не жадный чендлер позволю тебе это сделать 3 2 1 почему фирвер взорвался почему он просто не взлетел как надо броня прямо над нами пролетели чувак это выглядело так будто на нас напали на планете погодите погодите где мы не лучше чем прошлое но 10-100 я всегда хотел запустить фейерверк в машине что произойдет предки викс он срикашетит машина взорвется кто знает. Три, два, один. Три. Как вылетело? Я думаю, все-таки рикошетит. Страшновато. Подождите, крыша взорвалась. Что? Далеко летит. Она горит. Хуйня. Ну да. Эй, там а горит. Пристоящее пламя. Да, она горит. Мы хотим взрывать, этим и займемся. Весь багажник полон фейерверков. Мы добавим это, зажжем эти и все взорвется. Дай огонька. Зажгли. Пиздец. Блянь, интересно, рванет? Нет? Ну, если там бензин есть. Посмотрите на огонь. Он такой свирепый стал. Бро, он все не прекращается. Огонь поглотил всю тачку. Ты только глянь. Вон, бежим. Йоу. Ха-ха. Вот чего мы ждали. Блядь, ну хуй знает. Фейерверки не увидели, просто тачка горит. Получилось. В прошлом я разогревал микроволновку в микроволновке. После этого я разогрел микроволновку, разогревающую тостер в микроволновке. Затем я разогрел микроволновку, разогревающую тостер, в котором жарится айфон, на котором я включил видео, где разогреваем микроволновку в микроволновке в микроволновке. У меня большой опыт работы с микроволновками. И сегодня мы разогреем фейерверк. О, черт. Хорошо, посмотрим, что будет. Так, я поставил на минуту, мне сказали Машина не взорвется, она просто сильнее разгорится Ты посмотрел и решил пересказать мне, что увидел, да? Ммм Ты знаешь, как ты глупо выглядишь, типа, ну Когда делаешь охуительные выводы После того, как все уже увидели и даже уже прошло какое-то время Ну, ты ведь понимаешь, как тупо ты выглядишь, ну прям, реально тупо Сказали, что минуты хватит Уверен, будет громко По инструкции должен взрываться высоко в воздухе Правда? Привет, Серега, я из прошлого, и да, машина не взорвется, пока Все окей, у нас пуленепробиваемое стекло Осталось 4 секунды Я думал, что это будет... О, боже! Для следующей сцены мы подготовили сотни дронов И мы сделаем нечто очень крутое Ибо Просто смотрите Долларчик, ну так себе Сотни дронов сейчас взлетают в небо Охуеть Они вот-вот исчезли Красиво Подождите, парни, у меня тут кое-что интересненькое Вот как это работает Дроны будут писать то, что ты скажешь в рацию Бургер Не может быть Смотрите, что там написано Чендлер, что написано? О, боже! Эти сотни дронов пишут в небе слово бургер Это видно за полтора километра Что вы хотите написать? Охуеть Сырные шарики Сырные шарики Хорошо, иди сюда Ебать! Следующее я позволил Крису выбрать заранее Я даже не знаю, что это Ну, конечно, символ попался Я люблю маму Ладно, сейчас я перехвачу управление Карл тупой Вот он разозлится Бро! За что? Ой, похоже дрон Мы поняли диптон Моё имя по-другому пишется Сколько можно повторять? Вы думали, что в этом видео у нас будет просто эпический фейерверк? Нет, у нас будет куча весёлых штук Они как-то не дают на фейерверки посмотреть Очень быстро взрывают Да, да Мы только начинаем Что за шоу 4 июля без бенгальских огней? Плохое без бенгальских огней Согласен Это обычные бенгальские огни, которые можно купить Но они скучные Стартует наш проект Базинга! Базинга! Чемой? Мы купили 520 бенгальских огней и нарисовали наш логотип Карл? Это подделка, чувак? Никаких подделок Я эксперт На футболках всегда пишут правду Давай я тебе всё покажу Я же эксперт, да? Вот что будет Да! Это за... Нафиг ты меня пугаешь! Видели? Я вообще не дернулся Мы собираемся запустить одновременно 150 салютов У нас их много Они, кстати говоря, хуёво звук наложили на видос Привет, EbroxSim Или, может быть, проблема технологии YouTube Именно в этом выпуске Поэтому мы просто защём их все сразу Мы скоро увидим 100 Очень хуёво 150 взрывов Давайте сделаем это сейчас Мы снова в командном центре Я готов, чувак, будет офигенно 3, 3, 3 Как дела? Нормально, как бы тебе? Я очень жду фейерверк за 40 тысяч Будет так же, только в 40 раз лучше Это просто математика Что ж, настало время для большого фейерверка Шоу фейерверков за 10 тысяч долларов Дай мне обратные отчеты Я его запущу Мне всё равно запускают Огон! Ух ты! я это не просто фейерверка это целое шоу похоже на крошечный попкорн немного больше попкорна я ну кайф кстати неплохо неплохо я когда был чемпионате фейерверков прикиньте есть такой чемпионат был прикольно там типа соревновались как лучше чё кто сделает как разъебисти и ваще вот так вот ты победил да мне ставили ракетку попку и все было я победил да было круто было круто думаю мы все согласны что фейерверк за 10 штук был крутой да круто но было долговато сейчас мы одновременно запустим все эти фейерверки которые вы сейчас видели стайлер когда нажмешь на пуск ты запустишь 4000 ракет одновременно я в ужасе 3 а круче этого в жизни еще ничего не в смысле все это было круто про это было круто врать не буду это Это было круто, невероятно. Сейчас произойдёт неч... Всё, блядь? ...что безумное. Это фейерверк... Пиздец. ...за 40 тысяч долларов. Я мог бы купить машину, внести первоначальный взнос за дом. Я мог бы дать Чендлеру 40 штук. Или можно было бы купить 10 тысяч экземпляров Шрека. Но я этого не сделал, и я купил фейерверк за 40 тысяч. Этот фейерверк за 40 штук в прямом смысле может снести крышу. И это не каламбур. Это более 9 тысяч снарядов. Фейерверк за 10 тысяч долларов состоял из 4 тысяч. Это будет в 4 раза больше. 40 тысяч долларов – большие деньги. Мы могли бы многое с ними сделать. Три, два, один! Огонь! Так. Беги! Беги! Я в ужасе! Я думал, что умру. Это было лучше. Это было лучше. Я ничего не слышал. Почему нас ещё не арестовали? Да. Мне пришлось... Эээээээ... Бля, ну хуй знает. Они бы их распределили хотя бы чуть-чуть как-нибудь друг от друга. Просто они все в одну точку ебанули, и из-за этого нивелировалась их численность. То есть, да, громкость, конечно, будет выше, яркость. Да, но сами формы и прочее, как бы, они просто в каше. Хотя бы чуть-чуть как-то поставили бы их, не знаю. Кто видит самый большой фейерверк в мире и зажечь меня? 160 тысяч баксов. Это будет охренительно! Мы собираемся запустить самый большой фейерверк, который когда-либо видело человечество. В прямом смысле мировой рекорд. 160 тысяч долларов, вес 1800 килограммов и воронки глубиной 4,5 метра. Нам даже пришлось использовать автопогрузчик. Первонаперво, вам нужно включить панель управления, а затем повернуть ключ. Давайте нажмем все вместе. Считаем все. Пять, четыре, три, два, пропускайте единицу. Ё-моё, слышно даже там. Я ощутил это грудью. Посмотрите туда! А, ну, прикольно. Это так ярко. Огненный дождь на целую милю. Ну, может, это не страшно, но это реально на милю. Что думаешь, Чендлер? Ну... При втором взрыве я услышал... 160 тысяч долларов. Вист. Все вокруг нас. Ну... Я чувствую ты грудью, хотя мы на расстоянии 600 метров. Кто-нибудь еще дрожит? Ладно, понятное дело, мы смотрим это через видео, и будь мы там, мы бы испытали, конечно, в сотни раз больше впечатлений. Но все равно, честно говоря, когда речь идет о 160 тысячах долларов, я не думаю, что видео настолько испоканилось. Все-таки 160 тысяч долларов, да! ...вторной волны. Мне нужно перезапустить сердце. Я знаю, я все еще чувствую это в груди. Это было лучше или хуже, как думаете? Это было потрясающе. То, что стоил 10 штук, был немного лучше. И, парни, это был самый большой фейерверк в истории человечества. Нажмите кнопку подписаться. Ну, честно говоря, хуйня. Мне, типа, этот видос не очень зашел. Ну такое. Ну такое. Бля, реально лучше бы стримеры раздонатил. Пиздец, не, ну... Наши сейчас как быдло буду говорить. Лучше бы детям помог, блядь, или бабушкам. Лучше бы бомжам раздал, которых у вас там дохуя. наиза плечения кому-нибудь оплатил в конце-то концов. Ну, всякое такое. Но я не буду этого говорить, поскольку это его деньги. На самом деле, нихуя не лучше. Он сам решает, что с ними делать. Человек не должен работать на других людей, понимаете? И на помощь другим людям. Вот. Так что, хочет запускает фейерверки. Дали бы мне хотя бы одну тысячу долларов. А что ты с ней сделаешь, блядь? Это 70 тысяч рублей, братан. Ну, типа, блядь. Когда чел говорит, мне бы дали одну тысячу долларов, это, скорее всего, еблан, который собирается проебать на хуйню полную. Потому что, на самом деле, ты ничего с этими деньгами не сделаешь. Ну, то есть, это вообще ни о чем. Привет, Румочка. То есть, ты ничего не сможешь сделать. Ты, ну, блядь, не знаю, блядь. Ну, комнату себе сможешь отремонтировать. Ну, как-то более-менее провести в порядок. Но я думаю, что точно не для этого тысячу долларов просишь, чтобы, блядь, комнату свою лучше сделать, там, где ты живешь. Отремонтировать ее как-то, да? Я думаю, что ты хочешь что-то другое сделать. Найти деньги, блядь. Одежду очень важно, блядь. Да, очень важно. Очень. Кроссовочки бы купил. Угу. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм